Во-первых, я ужасно заинтригована, мне очень интересно, что будет происходить, тем более, что все-таки я изучала и в силу там своей новой деятельности, в силу вообще моей всей жизни, изучала проблему негативных эмоций, проблему влияния этих эмоций на человека, как они мешают, как они отвлекают этот багаж, рюкзак тяжелый, который многие за собой тащат. Было бы интересно сбросить его, если он еще там имеет в себе какие-то вещи, еще немножко тянет назад. Хотя я, честно говоря, огромную работу над собой уже проделала в этом отношении, поэтому интересно достать то, что еще осталось, и избавиться от этого тоже. Это очень интересная штука, владев которой действительно можно себя выстроить немножко другим, не таким, какой ты являешься сейчас. Потому что мы в течение жизни приобретаем очень много различных глубинных заблуждений, которые нам мешают жить и от которых действительно стоит избавиться. Другой вопрос, что это не так-то просто сделать, потому что невозможно обрести вдруг какие-то спортивные формы, там бицепсы, трицепсы, в месяц поджимаясь, а потом они вроде как и останутся, эти мышцы. Ничего подобного. Они сдуются, и будет такая же дряблая рука. Поэтому если человек принимает решение себя менять, усовершенствовать себя, он должен этим заниматься постоянно, ежедневно. Мы часто возлагаем на других людей ответственность за что-то. Он плохой, он меня обидел, я от него ждал другого. Мы нагружаем людей своих близких и неблизких какими-то обязательствами, не выполняя которые, эти люди для нас становятся обидчиками или неприятными нам людьми. Все дела на самом деле в нас самих отношениях. Я отношусь к тому, что мы услышали за эти два дня, не как к догме единственно верной, а как к одной из возможностей свой эмоциональный коэффициент, эмоциональный интеллект усовершенствовать, развить, научиться свои эмоции понимать, считывать эмоции другого человека и так далее. Поэтому я, конечно, буду на себе это пробовать. Я еще об этом должна подумать и с этим пожить. В каждом из нас, безусловно, есть то, что ему совсем не нужно. И вот как раз у Луки Ингора и то, о чем он рассказывал, то, что привнес в мою собственную ноосферу, в этом есть большой плюс. Возвращаясь к формулировке искусства сознательного изменения себя, здесь как раз и заложен основной тезис, который, по сути, не требует никакой аргументации. Это, по сути, аксиома. Потому что сознательное изменение – это как раз тот самый момент, когда ты понимаешь, что ты как белка в колесе. Ты себя загоняешь в этот круговорот сознательно. И вот эти состояния, их нужно отлавливать. Всем, кто заинтересуется курсами Ингора, посоветовала, безусловно, сходить. Во-первых, это точно полезный опыт. А во-вторых, очень четко прислушаться к себе. И действительно, не механически применять это и понимать. То, что он передал некоторые навыки и возможность им обучиться и практиковать их, это полезно любому человеку, живущему особенно в мегаполисе, как мне кажется.